Заместитель начальника Минского городского управления МЧС Виталий Димбовский и Ольга Мельченко. Олечка, здравствуйте. И вам официальный представитель управления МЧС столицы. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Виталий, вот не первый день вас знаю, не первый день вас вижу, вы всегда такой серьезный, но и тема у нас сегодня на самом деле не шуточная. Спасибо, что пришли. Хотелось бы сразу с места карьер, как Илья начал нашу программу, будем сегодня разговаривать об акции «Каникулы без дыма и огня». Что включает в себя эта акция? Это скорее просто лекции или какие-то практически, может быть, занятия? Безусловно. Начнем с того, наверное, что у нас, в принципе, Министерством по чрезвычайным ситуациям проводится постоянная работа по обучению детей, взрослых, подростков, в принципе, всех категорий населения основам безопасности жизнедеятельности. Будем говорить так, что это формирование культуры безопасности жизнедеятельности. В частности, начиная с каникулы, с 1 июня стартовала республиканская акция «Каникулы без дыма и огня», как вы уже сказали. Направлена она на обучение детей, подростков, которые находятся в пришкольных лагерях, в частности, и там уже в форме интерактива, в том числе, обучают наши спасатели этих детей правилам безопасности. Ольга, мы продолжим наш диалог сразу же после того, как посмотрим чрезвычайный отчет пин-кода о первом месяце летних каникул. Посмотрим, а, быть может, узнаем, как продлить себе жизнь. Алло, мам, я машину разбил. В Каменецком районе лошадь легнула семилетнюю девочку. В Лепеле детские игры под песчаным обрывом окончились не детской трагедией, а в Новоселках катание на капоте автомобиля доставило молодого наездника сразу на тот свет. Казалось бы, обычная сводка происшествий. Вот только объединяют всех доморощенных экстремалов летние каникулы. По статистике, ежегодно травм в Беларуси получают 750 тысяч человек. Из них 150 тысяч – дети в летний период. Куда ты лезешь? Ты сейчас разобьешься, не залазь туда. Я отрезаю. В зоне резко крупные города, а конкретно спальные районы. Так накануне в Витебске девочка выпала из окна многоэтажного дома. В Мозере под машину попал внезапно выбежавший на дорогу четвероклассник. Под особым контролем стройки и так называемые заброшки. Все, пацаны, мы залезли на это заброшенное здание. Артем делает маневрики. Идаль. А-а-а! Пошли к нему! Он упал! Когда от разбушевавшихся гормонов подросток чувствует себя терминатором, профилактика безопасное лето не поможет. По данным АСФОТа 4 июля нынешнего года утонуло 126 человек, из них 9 детей. И дело отмечают статисты даже не в экстриме, а в юношеской глупости. Привет! Катюха, мы сейчас, короче, мы идем на дискотеку. Нам надо набухать. Все нормально, я просто устал, мы играли в футбол. Но что ни говори, горячий юношеский луп, стена не остановит. Разве что только смерть. Нелепая смерть от несчастного случая. Мы в баскетбол! Мы в баскетбол, огонь! Нам в баскетбол! Знаете, было бы смешно, если бы не было так грустно, на самом деле. Я вам в начале программы приводил статистику, это вот самый последний, как говорится. Виталий, как вы считаете, самое главное, прокомментируйте, пожалуйста, этот сюжет. Вот вы сказали, что самое экстремальное было это, что, удар бутылкой по машине милиции? Или все-таки, когда ребенок делает такое, вроде бы, безобидное сальто и разбивается на спец? На самом деле, вот если говорить про все, что мы сейчас увидели, в сюжете было правильно сказано, то, что ключевой фактор это то, что те поступки, которые там совершались в сюжете с детьми, они считают модным, они считают это нормальным, и они не думают о последствиях, а как раз-таки вот эта волна нынешней моды, что нужно все. Мы видим, раз это попало в сеть, раз мы это видим, они это делали и осознанно снимали, соответственно, делали для того, чтобы это заснять. И самое главное здесь, чтобы у ребенка появилось, скажем так, в сознании понимание не только того, что это опасно, а то, что вот таким образом самореализовываться, это нехорошо. Это небезопасно со всех точек зрения, не только конкретный какой-то случай из этого рассмотреть можно, это все в целом вот такой поведенческий мотив, который у подростков формируется как раз-таки, когда они смотрят на других, у которых все это прошло, прошло без каких-либо последствий, и они думают, чем я хуже, чем я, скажем так, отличаюсь от них, почему я не могу снять такой же ролик. Но они, к сожалению, не учатся на последствиях, которые, к счастью, и именно к счастью, все-таки мы видим, что на чужих ошибках сейчас есть возможность учиться. Сейчас в интернете полно и того негатива, который уже, к сожалению, произошел, но, к счастью, еще раз говорю, это как наглядное пособие, чтобы видеть те последствия, которые могут на самом деле произойти. И вот это в сознании ребенка нужно формировать, в сознании подростков делать это нужно всем. Хорошо, а как формировать? Это все понятно. А статистика, опять же, такая смертность, это для чего и из-за чего? Вы считаете это все-таки из-за лайков и просмотров своих роликов в Ютьюбе? Или это может быть, ну не знаю, где-то вы недосмотрели, где-то родители, может быть, что-то упустили в воспитании, в школе, может быть, что-то где-то не рассказали о правилах безопасности? Как вы считаете? Как я уже сказал, конечно, работу это нужно вести сообща, нужно вести ее и нам, и мы это, как Ольга сказала, делаем постоянно, в зависимости от сезона, в зависимости, скажем так, от характера возможных происшествий, потому что, вот если мы говорим про каникулы, в период каникул как раз-таки и увеличивается число таких происшествий, потому что дети становятся предоставлены сами себе. Они отбиваются от привычного ритма жизни, они не идут в школу, они не заняты целый день, а родители забывают об этом. Раньше, когда они ходили в школу... Так может, их стоит просто пугать детей? Нет, пугать не стоит, в том-то и дело. Методика запугивания никогда ни к чему хорошему не приводила. А вот методика пояснения и объяснения на чужих негативных примерах, как я уже и сказал. То есть, когда родитель видит, а опять же, перехожу к чему? Ключевое, ключевую роль в воспитании детей, в формировании для них и культуры безопасности в сознании, и вообще главным человеком в этой жизни для каждого ребенка должен являться его родитель, главным авторитетом, который будет прививать для него эти правила безопасности и правила поведения в жизни вообще. Ни одна школа, ни МЧС, ни милиция никто не сможет повлиять на ребенка, если родители будут диктовать ему иное. И самое главное, показывать плохой пример на себе. То есть, только личным примером показывать, как надо себя вести, конечно же. То есть, это зависит от нас, взрослых, как мы себя ведем в повседневной жизни. Чужих детей не бывает. Когда мы переходим дорогу на красный свет, когда мы делаем что-то плохое, дети это замечают. И самое главное, почему им можно, а мне нельзя. Вот этот фактор, чем я хуже, вот это срабатывает. Поэтому родителям и вообще взрослым всегда надо думать о том, что мы показываем своим примером, что мы воспитываем в детях и доносить это с пояснением. В данный момент, да, вот показывая, не показывая, всегда есть, да, YouTube, где дети хотят, как модно говорить, хайпануть и набрать лайки и просмотры и т.д. И т.п. Но все же, в чем проблема? Вот, может быть, все-таки, ну, не знаю, небезопасный город. Ну, вот смотрите, даже... Открытые автострады, да, вот если взять у нас. Дальше мы будем говорить о заброшенных знаниях, о том, где сюда проникают, но это чуть попозже. Но все-таки это сделать возможно, и это реально. И многим ребятам, подросткам это по приколу, по фану, как сейчас говорят. Может быть, действительно, просто город небезопасный для подростков летом? Я попробую привести, может быть, немножко, конечно, спорный пример, но давайте посмотрим, что есть дома у нас на кухне. У нас дома есть нож, да, которым можно резать колбасу и которым можно порезаться или зарезать кого-нибудь. Это не значит, что мы должны отказаться от использования ножей. Это я клоню к тому, что, извините, найти себе приключения... Да, может абсолютно каждый. ...и то место, где будет небезопасно, можно везде, в любом городе, в любом населенном пункте. И даже вне населенного пункта, на природе, таких мест полно. Но вопрос в том, что каждый человек должен осознавать именно то, что может с ним произойти. И не испытывать судьбу, не делать того, что делать не нужно. И, как я уже говорил, родителей ключевая роль здесь в донесении этой информации. Именно когда они смотрят за своим ребенком. И смотреть, неважно, не в конкретный момент. Не то, чтобы постоянно осуществлять жесткий надзор за ребенком, никуда его не пускать. Нет. Еще раз говорю, политика запретов никогда ни к чему хорошему не вела. Но надо пояснять ребенку. Увидели, что он чем-то заинтересовался. Виталий, хорошо. Вот я сразу перебью. Пояснять должны родители, МЧС, социальные сети, телевидение. Кто конкретно? Вы говорите, надо пояснять. Ну вот давайте пример. МЧС, да, вас часто, к сожалению, наверное, вызывают. Наша аудитория все-таки, в большинстве случаев, 8%, наверное, несовершенно летние дети. Расскажите, пожалуйста, может быть, последние случаи, когда вас вызывали с проблемой, что что-то, не дай бог, случилось с несовершеннолетними подростками. Ну вот, опять же, мы говорим про то, что кто должен? Я уже ответил на этот вопрос. Все взрослые. Своим примером. Мы в МЧС, мы тоже родители. Мы точно так же возвращаемся в свои семьи. И у всех. Вот я хочу, чтобы прямо сейчас вы привели пример для наших телезрителей. Вот был такой-то вызов, пожалуйста, какой? Вызовы бывают совершенно разные. И, как правило, они связаны именно с тем, что дети неправильно выбирают себе либо место, либо способы для игр. То есть, как правило, те случаи, которые более-менее нормально заканчиваются, но все-таки требуют вмешательства МЧС, это случаи, связанные с каким-либо застреванием конечностей, либо частей тела, либо полностью ребенка в каких-то конструкциях, начиная от маленького возраста. Это вот, к слову, казалось бы, банальный вопрос, но выбор игрушек для ребенка маленького, учитывая возрастной ценз, на который многие родители не обращают внимания, вот эти вот там от нуля до трех, либо от трех лет, покупая маленькому ребенку, эти игрушки не делаются просто так и не пишется вот этот ценз, чтобы просто написать. Диаметры отверстий, все, что там используется, размеры деталей, это все учитывается производителям по нормам соответствующим, с точки зрения того, как это будет безопасно для игры ребенка. И выбирая неправильную игрушку, мы можем поиметь, если ребенок отломал какую-то деталь и положил в рот, если он засунул палец, и палец у него там застрял, и опять же происходит сдавливание, и может даже потерять либо палец, либо конечность ребенка. То есть, к счастью, таких случаев немного, и оперативное реагирование, в том числе нашей службы, позволяет их своевременно ликвидировать, эти ситуации. Но еще раз повторю, надо учитывать, надо понимать, что не место для игр для ребенка, не детская площадка, а строительная площадка, где его чем-то завалит, либо он куда-то провалится. И опять же, контроль и объяснение ребенку, если вы не уверены. Виталий, я вас перебью, вы сказали о том, что не место, и постоянно надо знать, где можно играть, где можно отдыхать, или просто находиться с родителями, вы постоянно, я знаю, что МЧС проводите возможные акции, да, а детям вообще это интересно, вот только честно, да, задаете ли вы им вопросы, какой-то опрос потом делаете, что понравилось, что не понравилось, видите там... Может быть, они и сами задают вопросы? Сами задают вопросы, и какие, пожалуйста. Конечно же, дети задают вопросы, но вот я думаю, что Ольга более подробно расскажет про этот вопрос. Да, безусловно, на самом деле нужно идти в ногу со временем, мы все это прекрасно понимаем, у нас век информационных технологий, и, разумеется, мы в своей работе пытаемся использовать такие средства и методы, в которых мы сможем объяснить в доступной форме детям, в том числе и подросткам, о том, какие нужно знать правила безопасности, о том, где можно играть, где нельзя играть, что это может привести к каким-то последствиям. Таким образом, в частности, мы используем, к примеру, наши мультики. Да, к примеру. Вот, вы, наверное, знаете про мультики «Волшебная книга», разработанные в МЧС Беларуси. Ну, конечно, вы говорите, это мои любимые вообще мультики, пожалуйста. Очень здорово, что действительно эти мультики очень любят не только дети, но и взрослые. И беседуя вот на различного рода мероприятиях с детьми, мы разбираем эти мультики конкретно по примерам о том, что они для себя выявили, какие уроки, какие понятия, какие требования. Мы все беседуем, узнаем, уточняем, и таким образом мы понимаем, что есть интерес у детей, либо его нет. Они осознают какие-то понятия, либо нет. И вот, как говорится, проводя такое мини-социологическое исследование на основании тех же самых интерактивных вот таких способов общения с использованием, тех же самых мультфильмов, реальных наглядных примеров, вот, как, к примеру, тот видеоролик, о котором вы показывали, действительно дети реагируют, задают вопросы, отвечают, и таким образом у них в голове складывается определенная картинка о том, что можно, что нельзя, и к чему, каким последствиям определенного рода действия могут привести. Здорово. Я даже больше скажу, что вся наша и наглядная продукция, то, что ориентировано на детей, и в зависимости вообще от целевой аудитории, перед выпуском, перед тем, как мы это изготавливаем в конечное, скажем так, в конечное производство, делая какие-то бренд-пакеты на разную тематику, мы в любом случае, назовем так, обкатываем это на соответствующую аудиторию. То есть тот мультик, который мы уже разбираем с детьми, приводя конкретные примеры, он при своем создании, как сами герои, их внешний вид, их поведенческие мотивы, все это, условно, назовем, согласовывалось с детьми соответствующего возраста, которые, была такая фокус-группа, которые говорили, нет, вот этот мне зверь не нравится. Не, не очень. А где, кстати, дети могут увидеть этот мультик уже в завершении? Это я хотела сказать, я еще не посмотрела его, Илья. Вот для тех, кто не посмотрел, конечно же, можно без вопросов, введя запрос либо на YouTube, либо в Google, либо в любой другой поисковой системе. Мультфильм называется «Волшебная книга». Вот, поэтому рекомендуем к просмотру. Да, Джо, можно посмотреть как у нас на сайте, так и в группе официальной ВКонтакте. В любом случае, я уверена, что найдете эти мультики интересные. В том числе, извините, хочу добавить о том, что прототипом этой волшебной книги в реальной жизни есть интересное приложение «МЧС Беларусь. Помощь рядом». И можно скачать на свой смартфон. Все верно. И там, причем в очень таких интересных форматах, таких как разряды конкретно раздела «Энциклопедия», раздел «Что делать, если определенные моменты случились». Такие интересные интерактивные конкретно разделы, как «Карта неблагоприятных явлений». Тоже в ногу со временем. Пожалуйста, любите гаджеты, скачайте мобильное приложение. Любите смотреть мультики, фильмы, зайдите на YouTube, есть канал, пожалуйста, посмотрите. Не просто так, а сделайте для себя какие-то выводы. Ольга, Виталий, вам огромное спасибо за то, что нашли время и пришли к нам в прямой эфир.